Тем временем тревогу в Казахстане бьют представители уже целых отраслей. Отечественные производители не способны противостоять соловине дешевого импорта, произведенного из некачественных материалов. Покупатель же, может, и не брал бы зарубежную дешевку, но уж очень часто ее упаковка напоминает казахстанский аналог. Ничего не могут поделать с таким товаром и контролирующие органы. Юридически продукция чиста. Тамир Абу, Фасера в импорте и недобросовестных участниках рынка. Вполне вероятно, что большая часть из-за этой партии носок и верхней одежды попадет в Казахстан не совсем легальным путем. Практически все предприятия, наверное, 90% в Кыргызстане работают вообще в теневом секторе. Не уплачивают практически даже этих минимальных налогов. И, конечно, вся продукция стекается сюда. Дешевые вещи из Кыргызстана, завозимые в Казахстан, а как следствие и на единую экономическую территорию ЕАЭС, не сказать, что представляли бы серьезную угрозу для отечественной легкой промышленности. Не представляли бы, если бы были завезены в республику на общих основаниях. Но произведенные в тепличных налоговых условиях, эти товары еще просачиваются сквозь границу, не будучи обложенными пошлиной. Бороться с таким демпингом, да еще и в непонятно каких объемах, отечественный легкопром, конечно, не в состоянии. В результате из-за серого импорта целая отрасль может просто перестать существовать. Без работы могут остаться сотни человек. Получаются неравные условия. Мало того, что еще у них льготные условия. Во-вторых, эта продукция заходит в недекларированном виде. Произведенным в Кыргызстане вещам прибавляются и сделанные в Китае, а затем завезенные в Казахстан. Территорию ЕАЭС по серым схемам. Китайские товары на территорию соседей попадают как бы для обращения внутри страны. Но после под тем или иным предлогом ее покидают. Такая схема использовалась и раньше, только вполне легально. До того момента, пока Кыргызстан не стал участником ЕАЭС. Дошло до того, что масштабы контрабанды стали угрожать уже не только Казахстану, но и экономике всего Евразийского экономического союза. Ведь и сегодня импорт в Кыргызстан из Китая в разы превышает торговлю внутри страны. Вот только куда деваются остатки. На Миробуфе Ирина Панфилова и Татьяна Напольская. Итоги дня.